Юный воспитанник команды «Динамо» мечтает стать известным футболистом, поэтому с юных лет упорно тренируется с мячом на поле на групповых и индивидуальных тренировках. Я еще на дополнительные там хожу, две тренировки, получается четыре. Но готов заниматься и больше, говорит Дима. Он идею о том, что мяч можно будет гонять и в школе, явно одобряет. Ну да, круто. В принципе, футбол здесь и футбол там, нету разницы, и все. Это же футбол. Главное для ребенка играть в футбол. А где и как – вопрос уже для взрослых. По словам тренера, то, что на развитие детского футбола обратили внимание на российском уровне и пытаются привлечь к нему как можно больше детей – здорово. Наша страна давно нуждается в подготовке профессиональных игроков, начиная с самого раннего возраста. Дети, которые, ну скажем так, не задействованы в профессиональном футболе, они могут здесь раскрыться и получить какую-то игровую практику, опыт, съездить на какие-то турниры. Но вот далеко не все учителя физкультуры знают о нововведении. В курсе те педагоги, где проект стартует уже в этом году. Новой задачей они удивились, но готовы ее исполнять. Для этого должны провести обучение школьных педагогов основам футбола и современным методикам его преподавания. Специалисты Российского футболного союза разработали специальные методички для проведения урока футбола в начальных и старших классах. Мои мысли такие, что футбол чуть-чуть посложнее реализовать, чем мини-футбол в связи с численностью игроков. То есть в мини-футболе у нас состав маленько поменьше, чем в большом футболе. Но думаю, при такой популярности футбола и занятости детей, думаю, этот проект возможно реализовать. Но в то же время учителя физкультуры несколько скептически относятся к новшеству. Говорят, что у них, как у людей со специализированным спортивным образованием, есть понимание того, как проводить игровые занятия. Но у каждого за плечами свое направление. И не всегда это футбол. Кто-то занимался волейболом, кто-то баскетболом. А кому-то по душе была легкая атлетика. И в этом смысле одной методичкой не обойтись. С преподаванием футбола могут возникнуть проблемы. Ну, думаю, сложновато. Здесь все равно нужны специалисты, потому что есть особенности футбола. Те, кто должны знать и разбираться днем. Некоторые учителя, ну, они просто как учитель физкультуры, соответственно, у них где-то не хватает просто материала учебного, опыта для проведения. Ну, хотя в программе футбол есть, в школьной программе футбол есть. Ну, там самый минимум. А здесь рассчитано, что это как, ну, почти как футбольная школа будет. Футбол – это такой сложный вид спорта, где, ну, просто так вот бросил мяч и все, и заиграли. Так не бывает. Кроме обучения учителей, школа должна быть обеспечена хотя бы по минимуму материалей технической базы для тренировок по футболу. Пусть не крупный стадион, а хотя бы небольшое поле и ворота. Вот здесь все сложилось, потому что школа имеет полноценное футбольное поле, имеет давние традиции занятий детей мини-футболом. Но не везде так, как в 118-й школе. Открытым остается вопрос с привлечением детей к занятиям. Не исключено, что не все захотят посещать тренировку по футболу. Я не думаю, что мы столкнемся с этой проблемой. В школе более 40 бесплатных творческих спортивных объединений, в которые дети с удовольствием ходят. Но с мотивацией у детей заниматься футболом, уверены сподвижники проекта, проблем не будет. Этот вид спорта в России остается одним из самых популярных. Престиж ему за последние годы подняли и первый домашний чемпионат мира. После него число занимающихся футболом выросло в разы. И известные алтайские спортсмены приложили руку. Алтайский край входит в почетную десятку регионов России по успешным воспитанникам. Юрий Дюпин – вратарь Казанского Рубина. Александр Соболев – игрок московского «Спартака». Александр Ерохин играет за питерский «Зенит». Владислав Камилов – игрок футбольного клуба «Уфа». И Кирилл Баженов из футбольного клуба «Химки». И этот список можно продолжать и продолжать. Содержать команду на уровне даже лиги нашей сибирской, ну как «Динамо» – это очень сложно. Очень сложно. Но массовый футбол, детский футбол, выращивать вот будущих наших ребятишек – Ерохин, Дюпин, т.д. и т.п. – это возможно. Занятия футболом будут проводиться для всех учеников, независимо от пола. На первом этапе проект предполагает организацию на муниципальном уровне школьных футбольных лиг. То есть соревнования между школами должны проводиться на регулярной основе. А с начала этого года Российский футбольный союз планирует запустить единую лигу для всех школ. В дальнейшем это не только массовость, это, естественно, качество. Это качество с точки зрения обучения нашего тренерского состава. Это качество с точки зрения, я уже обозначал, ребятишки переходят в детские футбольные центры либо в команды Академии Льва Яшина. А также Динамо, Алтай, Полимер, Локомотив и многие другие. Согласие на участие в проекте дали порядка 80 школ, большинство из них сельские. Видимо, там не хватает профессиональных клубов. Но отметим, что в планах у организаторов проекта футбол в школе сделать тренировки в виде все же не обязательных, а факультативных занятий. Но ситуация может и измениться. Все нюансы нововведения не разглашают до 26 мая, до проведения общего собрания организаторов с Российским футбольным союзом. После него мы обязательно расскажем о деталях неординарного проекта. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.